Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году идет полным ходом. На летний период запланированы масштабные работы в Барвихинской и Новогородковской школах. Большое количество текущего ремонта, которое также было согласовано нами, депутатами, и мы уже, в моем понимании, должны активно по нему двигаться. Капитальный ремонт Новогородковской СОЖ продлится до конца года. Образовательный процесс будет перенесен в соседние школы, это позволит не только провести внутренние работы, но и укрепить фундамент, заменить все коммуникации. Кстати, проект разработан в соответствии всем стандартам программы партии «Единая Россия. Новая школа». Источники финансирования – это областные средства и средства Одинцовского муниципального района. Суммарно на капитальный ремонт внутренних помещений Барвихинской школы выделено 77 млн. 262 млн. 1541 руб. Капитальный ремонт спортивных плоскостных сооружений, стадиона при Барвихинской школе – больше 78 млн. И Новогородковская школа ремонт – это больше 79 млн. Итого, по Барвихинской школе на капитальный ремонт будет израсходовано свыше 155 млн. А суммарно с Новогородковской – это свыше 235 млн. средств. Ремонтные работы в Барвихинской школе будут завершены к 1 сентября. В учреждении полностью изменится входная группа, зона рекреации и кабинеты. А на территории учебного заведения появится новый стадион. Конечно, мы ограничены по срокам, но виды работ позволяют запараллелить текущее прохождение ремонта. И увеличив темпы строительства и количество работников, можно уложиться в кратчайшие сроки. В некоторых детских садах должны оборудовать новые игровые площадки, отремонтировать ступеньки, крыши, провести косметический ремонт. При мониторинге ситуации по текущим ремонтным работам учитывались в первую очередь жалобы родителей, населения в Добродел, работа с родителями тех обучающих, которые входят в образовательные учреждения, естественно, пожелания руководителей образовательных учреждений, администрации поселения на предмет того, те, какие виды работ требуют первостепенного исполнения. Глава муниципалитета дал поручение Управлению образования строго следить за качеством работ и сроками их исполнения. Также нужна дорожная карта, где я вижу все эти сроки, выхода с конкурсов, процедура подписания контракта, выхода на стройку. Потом мне нужен вместе с руководителем управления образованием график работ уже строительных, с учетом позиции директора школы. С родителями это надо будет обсудить, объявления повесить о том, что работа проводится в учебный сезон. Ну и так далее, и так далее. Мы везде на мягких лапах должны обойти такую, пока не очень комфортную для всех ситуацию. Если бы мы начали в июне, в начале июня или в конце мая, то уверен, что к первому сентября сработаем госправники. Сейчас у нас совершенно другая история. Но пока взрослые занимаются подготовкой учебных заведений, дети продолжают отдыхать и набираться сил перед началом нового учебного года. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова